Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами BlacksInfinity и... Ну чё, пацаны, флэш? Это чё такое? Это Дэво прикалывается? Типа смешно? Дэво развлекается? Хуя угар! Хираси... ХАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА... А, нет, это кто то другой развлекается Хираси начал, жёстко or, нет, сейчас будет жёстче Блядь, я только сейчас вспомню, что это отсылка на Тома Круза, блядь! Я так давно не охуевал, блядь, реально. Это лучше любого Твиста третьего сезона, пацаны. Я сейчас вам поставлю этот момент, я не помню какого фильма, но я вот... Я сейчас не скажу, но я в монтаже этот вставлю. Короче, я вспомнил, как называется фильм «Рискованный бизнес». Ну, я посмотрел сейчас. «Рискованный бизнес» 1983. Блядь, это легендарно. Это подождите сюда... Это лучший... Блядь, я готов серии поставить 20 из 10 уже за... Я... Вы не представляете, как я охуел. Я не знаю, почему, но это просто охуеть. Нет! О, это же пародия на меня. Ты рано встал? Что ты делал? Я просто наверстываю все, что упустил... Игра престолов, видели? У меня не было полгода, а спойлеров не так уж и много. Сиско ускорил в тысячи раз все мои любимые сериалы. Джон Сноу умер. А, нет, он жив. А я думала, тебе надо дать отдохнуть мозгом. Блядь, это... Мозги в порядке. Я весь в порядке. Это что, 10? Это меня. Преступление. Наконец-то они убрали Кейтлина, эту ябландскую челку. Ну да. Это что, великое прислушивание к зрителям? Знаешь, когда мы с Роми работали над тем... Ну, работали над отношениями, у нас... О! Это великое возвращение цыганки? Ты готов? Ну да. И так всем понятно было. Чувак защищал вас я от нее, она бы вас уничтожила. Он не врет. Ха-ха! Вот так-то. Бля, да, это жестко. Килгор. Ну, понятно, его зовут Килгор. Вон, Метахумена, он спалится. Потому что... Вон он стоит. Ну, это... Это чисто... Такой чувак рофлит. Ходит, рофлит, надо всеми. Убивает. Великие сцены телевидения. Тупо разъебал Тачилу. Минус тачка. Ха-ха! Бля, как же костюм на нем охуенно сидит. Согласен, пиздец. Просто. А ты злишься. По сравнению с тем говном трех сезонов, это вообще пиздец. Это просто дроча. Просто... Просто рай. Мама? О! Ну, я ничего не имею против. В смысле, не то чтобы против. Я бы хотел, чтобы она была жива, а я хотел сказать, что смирился. Не думаю, что это стоит записывать. Эти записи только для меня. Вас никто не осуждает. Да, мы знаем. А еще у меня отец умер. Ха-ха-ха! Запишите. Ха-ха-ха! У нас двоих было много драмы в жизни? Нет! Нет, Эдди... Эй, мама. Мама. Эй, Чар. Ну, не такая же много. Лорен. Ну, мы ходили на несколько похорон. Да. Бля-а-а-а-а-а. Итак, Барри, почему вы думаете, Алиф захотела прийти сегодня на эту встречу? В последнее время мы с Ари стали работать вместе. Понимаете, я уезжал на... Я за эти тонны порву вас, гондоны, поняли? Командировку. Командировку. Осторожно! Ооо, ща будет великолепный графон. А он и вправду неплох. Ну, по меркам сюда бы. Хера себе. Хера себе. Молнии, конечно, отсосаны. Значит, совершенно противоположные. Я запутался. Да ну, всё очень просто. Друг мой, ты в полной жопе. Ты бросил меня, Барри. Просто бросил. Оставил меня там одну. Как ты мог это сделать? Но там же Спидфорс всех ебашил. Тупая ты обезьяна. А вы говорите, Волю Уэст не пригодится в сериале. Вот и отдельная сюжетка пошла у него. Мне, кстати, нравится, что они разделили, ну, типа, они реально действуют раздельно. Они, как в прошлом сезоне, бегали вдвоём до два дебила. Тут ведь. Надеюсь, так весь сезон будет, что у них какие-то свои миссии будут на протяжении серии. Это будет намного интереснее. Мы даже... Гениальный. Гениальный. Я знаю, что ты чувствуешь себя обманутым, но это не дает тебе права отнимать у него жизнь. Я чувствую технологию в твоём костюме. Всё. Что у тебя там? О, чёрт. Ну всё. Беги. У него импульсные пушки в ладонях. Хуя. Дави меня, Килгор. Ну да, Килгор, как я и сказал. Как я и сказал, господи. Ну чё, пацаны, аниме? Ну это классика уже. Зачем ему нужен плод, Циска? Он бегает по воде. Он может потерять скорость на ней, и тогда он может утонуть. Ты не мог тогда уже кислородный бак строить, Костя? Это хорошая идея. Неплохо, неплохо. Как эта штука всё ещё цела? Тогда беги, Барри. Беги. Классик. Классическая фраза. Всё, кружочком. Канон. Просто канон, ребят. Вспомнил великий второй сезон, как его зум пинал. Наверное. Барри? Победа. А злодей на серию получился довольно интересным, кстати. Я вам так скажу. Если объективным, так, на 4 с минусом. Интересно было. Это клевцы. Я был не единственным. Так что удачи. Это клевцы. Это клевцы. Это Дево. О, у меня аж мурашка прошла. Спасибо, что дали увидеться с заключенным лично. Подождите, это они так хотят продолжить великую... Великую сюжетную линию, помните? С этим чуваком, который из глаз стрелял. И задали вопрос, что он тоже не был в Центр... В Централ Сити в момент ускорителя частиц взрыва. Как возможно, что Декен стал метой, но получил силы не из-за взрыва ускорителя частиц. Как бы это ни случилось, мы узнаем и будем готовы. После того, как Циско достанет все эти технологии из твоего костюма. Тебе не нужны гаджеты, чтобы быть флэшем. Ты сам флэш. Нет. Это мы. Блин. Я помню, как... За неделю уже много людей нажаловались на эту технологию. И вот они их убрали. Это как в пауке, реально. О! Я думаю... Я думаю... Пришел. Одна из моих любимых мелодий детства. Есть новости. Найден подопытный. Он в безопасности. Сейчас заперт в крыле металюди Айрон Хайтс. Он там, где вы хотели? Что будем делать теперь? А теперь найдем остальных. Сериал озвучен при поддержке Вулкан Вегас. Вулкан Вегас. Номер один в мире азарта. Да, как мы и думали. Все злодеи на серию это пешки Дэво. А-ха-ха! От души! Сколько их там было? 12 на мониторах. Одного нашли. Еще 11. 11 злодеев на серию. Но это получается, что в каждой из серий это Дэво будет сражаться с Барри Алином. В принципе, подумайте, какой план у Дэво. Пока, пока нет идей. Но, в принципе, за две серии можно что-нибудь наклепать такое первичное. Ну, посмотрим. Ну, что ж, ребят, я посмотрел новую серию Флэша. Это охуенно. Ну, реально, охуенно. Смешно. Весело. Интересно. И достаточно экшена. Интересного экшена в этой серии был интересный злодей на серию, который сюжетно связан с главным злодеем и с главной аркой. То есть, по сути, это был не филлер. Это был не филлер, как и в первых сезонах. Помните, там тоже были злодеи на серию? Но все это было глобальным планом Тоуна. Все это было одной большой сюжетной линией. Как они обещали, они возвращают первый сезон. И почти что все, наверное, если не все злодеи на серию, будут связаны с одной масштабной сюжетной линией. Мы уже видели, заанонсили нам, как нераскрытых персонажей, 11 металюдей, оставшихся. Видимо, в конце он из них сделает какой-то отряд. Он уже сделал так, что один из них попался в Айрон Хайтс. Это был его план. Он подумал. Он подумал и придумал. И он сказал, что остальных нужно привезти. Для чего они нужны ДВО, пока не очень понятно. Все мы помним его... Точнее, все мы помним то, что я сделал в видосе. Помните? Мой четвертый сезон. И там у ДВО, так сказать, тоже в конце оказалось... Там не сразу было это понятно. Здесь они сразу сделали так, что все металюди... Это... Ну, злодеи на серию, которые будут, это пешки ДВО. У меня в сценарии было почти... Ну, точно так же. Все злодеи на серию, которые были, были в каком-то роде пешками ДВО. Но там это не раскрывалось до конца. Окей. И там был план в том, что он хотел подчинить себе Спидфорс. Будет ли здесь такое, я пока не знаю. Уже это потому, что я взял вот этот вот момент за то, что он хочет подчинить Спидфорс. Потому что про это ходили слухи. Был слух, что ДВО будет первым злодеем, который не будет... Его планы не будут прямиком связаны с Флэшем. То есть, если Тоун что-то хотел от Флэша от Барялина, Зум что-то хотел от Флэша Барялина напрямую, и Савитар что-то хотел от Флэша Барялина, то у ДВО будет лишь одно. Флэш будет его препятствием, а его цели никак не будут связаны с Флэшем. И кто-то там пустил еще слух, что как-то они будут связаны с Спидфорсом, и у меня в голове родилась такая идея. Еще тогда летом, что возможно он хочет его каким-то образом контролировать, изменять судьбу и так далее, и тому подобное. Потому что он сверхразум, это видно уже здесь. Но непонятно, что он хочет делать, если честно, вот сейчас. У меня, кажется, складывается ощущение, что он не хочет контролировать Спидфорс. Почему-то так складывается, но возможно, возможно хочет. Тут пока трудно утверждать, у нас нет прямых намеков. Можно только погадать, подумать, что будет дальше. Но, в принципе, это надо уже в отдельном видосе, я не буду тут размышлять. Это для этого есть отдельные видосы. Плюс мы еще завтра с вами посмотрим промку к этому, либо сегодня посмотрим тоже промку к следующему этой серии, и выясним. Ну а так, я могу сказать, серия очень веселая. Я аж в голос орал, я охуелся отсылки на рискованный бизнес. Просто вообще, когда я в трейлере не вспомнил, потому что там музона вроде не было того самого. Та-та-та-та-ра-та-та-та-па! Вот. И это сразу, мгновенно. Я... Я... У меня включается мозг, и я вспоминаю эту сцену с Томом Крузом. Крузом, да. Я такой, ебаный год. Ебаный год, пацаны. Я не знаю, я даже, может, этой серии 9 поставить. Она меня реально удивила. Прям удивила. В конце клиффхенгер мощный. То есть, все филеры, это не фил... Ну, все филеры, это реально сюжет будет. Они будут сюжетно обоснованы, все филеры. И в конце сплетутся в один единый клубок. Все. Что будет в сезоне, сплетется в единый клубок. Это охуенно же. Ну, как в первом сезоне. Юмор. Охуеть. Они даже из любви сделали интересный юмор. Тут было много надлюбованных сцен, но они выглядели интересно, смешно, и как-то по-другому совсем, нежели в других сериалах или в предыдущем сезоне. Прям за этим было интересно смотреть. Они что-то изменили с Айрис и Барри, хотя в один момент я все-таки обозвал Айрис, потому что там хуйня какая-то пошла. Но все. И там как-то выглядит все более органичнее, и не искусственнее, не бесячее, а вот реально как-то по-живому, как будто реально живые люди общаются. Потому что, ну, в третьем сезоне там чисто, бля, высасывание из пальца было. А здесь интересно уже, что-то идет. И плюс мне понравилась фишка, что Барри и Оли в начале серии отдельно работали друг от друга. Вот это вот тоже было интересно. Потом они соединились уже в конце. Это тоже круто было. И не знаю, ну, очень много всего интересного. Нам раскрывали и отношения цыганки. Тут реально раскрывают их как-то более. И нужно же как-то продолжать любовную линию Айрис и Барри. Потому что, ну, как бы, я бы хотел, чтобы ее не было. Но так нельзя. Она должна быть по-любому, потому что Айрис жива. А если она... Если они будут встречаться, то будут пиздострадания Барри. Это еще хуже, понимаете? Мы на них насмотрелись в первом сезоне. Поэтому даже не знаю, что сказать. Они даже из вот этих вот любовных линий пытаются юмором это все вытащить. Это очень хорошо выглядит. Не знаю, но я... Я, может быть, поставлю пока 9. Пока 9. Пока не выйдет. Если что-то лучше будет, но не на 10, я, конечно, снижу до 8. Но эта серия мне понравилась еще больше, чем первая. Вот в чем дело. Но первой я не могу поставить 7. Десятибальная система оценок сломалась, парни. В общем, я не знаю. Очень классно. Очень классно. Мне очень нравится. Я надеюсь, что все, в принципе, сейчас рассказал уже касательно серии. Разобрал ее с аналитической точки зрения. О теории по поводу ДВО и его плана мы уже потом построим с вами в другом видосе. Может быть, он выйдет в четверг. Я посмотрю. Может быть, в среду. Это как пойдет. Короче. Может быть, в среду. Это сегодня. То есть, в тот же день. Это сейчас мы посмотрим. Хотя вряд ли в тот же день выйдет и так много видосов. Поэтому нужно будет сначала посмотреть серию, промку, а потом уже делаем вывод. Делаем вывод. Вот. Ну, а пока классно. Пока реально очень классно. Очень уровень. Прямо сразу видно, что вы все кардинально изменили. И я очень рад. Я надеюсь, вы рады. Просто спасибо. Спасибо. Приложите. Пожалуйста. Ну, а с вами был Black's Infinity. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Мы будем ждать продолжения. Такого же райской штуки. Так еще, кроме первого сезона, ничего охуенно не начиналось в флэше. Просто это охуенно. Второй сезон даже так не начинался. Третий так охуенно не начинался. А тут сразу бац и напаум. Бац и напаум. Просто охуенно. От души. От души. Просто, ребят. Спасибо. Спасибо. Всем пока. Берегите себя. Смотрите столько хороших сериалов. Пока.